Добрый, добрый, добрый вечер, дорогие друзья! Нави уже выигрывают 2-1 у своих оппонентов. По пику Нави я смотрю тут... Я смотрю тут все вообще прям в такой олдскул древний идет. Венжи Фулл Спирит забирают, забирают Чена Артстайлу. Артстайл забирает Чена Артстайлу. Шейкер будет также в команде Натус Винсер. Я думаю, что Шейкер скорее всего для фаников сложную у меня есть подозрение. Венжи Фулл Спирит будет Гирокоптера тут сейвить на всякий случай. Ну и мидлейн для команды Нави пока что не имеется. Ну и надо в Вегас Квадрон кого-то банить. Кто там против Квапы нормально в принципе стоял бы? Да и не знаю, там миллион есть тех, кто нормально против Квапы стоял. Пока, кстати, забанили Вегас Квадрон. Пока уже команда Нави не получит. Вот-вот кто против Квапы стоял бы идеально. Рубик от Натус Винсер отлетает у нас последним баном. Ну и последний бан от команды Вегас Квадрон. Кого они еще не хотят видеть в мидлейне, сейчас узнаем. Ну и есть Штурм Спирита. Всех вообще мидеров для Дэнди перебанили. Пака забанили, забанили Штурм Спирита, забанили Шрака вторым же баном. Ну а Нави вообще ни одного мидера не банила, потому что Квапа уже была в пике. У Нави тут больше вопросы были по саппортам. Видите, что 5 банов это 5 саппортов. Они не боятся керри команды Вегас Квадрон, но больше боятся саппортов. Висп, Дизраптор, Даззлк. Тут еще, кстати, Котла тоже банят. Банят, я смотрю, третью или четвертую игру. Ну и Драгон Най для команды Натус Винсер. Мидлейнер для Дэнди имеется. Все. По команде Нави укомплектовались в плотнейший жир. Серьезный вообще дэмэдж. Ну и Венжи Фулл Спирит, который, если что, если вдруг кто у нас будет слабовато выглядеть, там уже Венга будет главным подсейвом заниматься. Ну и Вегас Квадрон. Забрали себе очень крутого керри Фантом Лансер, Бистмастер очень крутой оффлейнер, Квапа очень крутой медлейнер, Эншн Допарэйшн очень крутой саппортов. Вообще Вегас Квадрон очень крутая команда, но пока что горят со счетом 2-1. Вич Доктор для Вегас Квадрон и не для Соло Вич Доктор. Если не свапнуться, то Вич Доктор так и будет для Сома Зе Слеера. Соло против Нипов игру перевернул на Вич Докторе. Почему бы сейчас ему не дать его? Сейчас надо переворачивать команде Вегас Квадрон своих оппонентов. Пока что Соло на Эншн Допарэйшн. Время еще есть, может быть и свапнуться. А если не свапнуться, то и так можно поиграть. Ну что, все зависит теперь от скилла Соло. Будет ли Эншн Допарэйшн у нас так же айсбластить, как это делал Артстайл в прошлой игре. Жизни вообще не давал своим оппонентам. Вот этого много вообще. Большой процент успеха зависит в дальнейших файтах команды Вегас Квадрон. Ох, как приоделся Дэнди. Сюрап. А меч-то не из коллекции. Можно было и из коллекции взять меч. Не доработал немножко над стилем у нас Дэнди. Ну такая легкая деталь, которая подчеркивает весь визуальный ансамбль. Нормально, хвост у нас в альянсовском сете полностью. Альянсы, кстати, рукой уже помахали. Уже даже, я думаю, всплакнули касательно своей игры в группе А. Проиграли там всем, кому только можно было проиграть. Тем, кому нельзя было проиграть, в ничью откатали. Альянсы закончили группу просто с ужаснейшим показателем. Даже вслух не буду произносить, сколько у них было поинтов за 4 игры. Просто жесть. Такие надежды. И я помню, что еще на первых, на начальных этапах европейской квалификации просто благодарен был команде компании Valve, что они разделили альянсов и Na'Vi, что у Na'Vi, мне казалось, никаких шансов против современных аликов нет. И тем более у современных Na'Vi. Но, как оказалось, совсем все не так. Маг забирает баунтируму. И что? Куда ты, Маг? No'Ana отправляется на топ-лейн. Маг будет стоять в миде против Драгонайта. Решение более чем верное. Квапа должна будет здесь стоять против Санейка, плюс хвост на гирокоптере. Не уверен, что у Квапы все будет хорошо. Дэмэджа у No'Ana под станом Санейка и под рокет-баражем от гирокоптера влетать будет много. Квапа половину хп будет терять за один раз каст. То есть вы можете понять, я так понимаю, два раз каста, нет Квапы. Ну и здесь у нас Фаник. Сложная линия на Шейкере. Драгонай должен начинать терпеть от Кабана. И примерно так и происходит. Так, Курьера Дайров забирает Артстайл. Скорее всего и себя, кстати, Артстайл может здесь разменять. Съедает дерево. Нейтралам нет смысла отдаваться. Кого-то забери. Забирает Тролля. Ну и под каски стал у нас Артстайл. Пока Тролля забирал, тут недоконтролил Артстайл. ФБ отдают команде Вега-Сквадрон. Ну и Мак забирает ФБ. То есть он уже в плюсе касательно противостояния с Дэнди. У Бессмастера Нетворс 1370. Ну и не так мало у Дэнди. На самом деле 1150 для Дэнди. 1200. И что приятно для Дэнди, то что он будет с батлом. Мак будет тоже с батлом, но вот обузить не получится. Санейка. Перебыковал. За Ноуаном у нас нырял. Ну и Санейка ловит у нас каски. И Сёма забирает Санейка. Хвост через флэк Кэннон. Наваливает по Сёме и летит в Ноуана. Ещё бы один удар. Ноуан развалился. Ноуана есть блинг. Ноуан отсюда уходит. Поставить Рокет Бараш. Сёма близко не подходит к нему. Уже здесь Санейка. 2-0. Нави вообще-то горят. На секундочку. Фаник в сложной против Паши. Вообще неплохой, кстати, вариант с Шейкером против Фантом Лансера. Если Шейкер только успеет. Разве что влететь в толпу и дать нормальный Эхо Слэм. Что, рога какие-то на Шейкере? Да, у Шейкера мистические рога. Шейкер у нас похож на урода. И легендарный. И вот Джинниусовский Татэ. Так, у нас Ancient Operation забирает... Я не понял, кого? Кого-кого? Квапул забирает у нас Ancient Operation. Нет, не Квапул, не Квапул. Так, у нас забрали Венчфул Спирит. И забрали Квин оф Пейн на топ лейне. Кто? Хвост, я так понимаю. Кто же ещё? Хвоста, первый килл. 8 на 3 крип стат. По крипам, конечно, хвост не блещет здесь. Ну, потому что постоянный экшен на топ лейне. Поэтому хвост не всегда успевает зафармить необходимое количество крипов на лайне. По золоту Нави в ноль идут. Даже немножко в плюс. По экспириенцию Вега Сквадрон впереди на 500. Что, Фаник, конечно, здесь на линии не может себя комфортно ощущать. Потому что Паша через эти ланцы от Шейкера ничего толком не оставляет. И Шейкеру в скором времени придётся, чтобы спастись вообще у нас от одних иллюзий. От одного копья юзать фессуру. И под Челентачем ещё и Соло так сильно наваливает по Фанику, что Фаник, бедняга, без фарма в принципе остаётся. Ну, так будет и дальше, если, конечно, Артстайл не выйдет, да и не поможет своему тиммейту. Но Артстайл пока занят фармом нейтралов в лесу. Хвост загоняет Ноуана. У Ноуана 6 на 0 крипстату. Хвоста в это время 13 на 5. Ну, достаточно простая, но при этом очень действенная комбинация. Венжфул Спирит плюс Гирокоптер. Штрокет Бараш на максимум. И от Санейка стан. Ну и всё, и это всё делает невероятно больно у нас Фин оф Пейн, которая по ХП, ну, не самая серьёзная подруга. 606 это максимальный ХП. Да и Флэг Кэнноном тут Ноуан нормально может наполучать. Половина ХП просто сливается благодаря Флэг Кэннону от Гирокоптера. Фейсбутцы в скором времени появятся у Хвоста. Ещё дополнительный дэмэдж, ну и Квапе вообще не сладко будет. Сейчас Нави выигрывает по золоту 150, по экспириенсу 450 в пользу команды... В пользу команды Вега Сквадрон. Тут Вега держится. По мидлейну 22 на 2 у Бессмастера Крипстат. И Дэнди идёт со счётом 26 на 3. Первое место у Паши на нижнем лайне, потому что Фаник ничего для этого не делает, для того, чтобы Пашу останавливать. И у Фанико самого 9 на 2. Тут непонятно. Либо Фиссуру юзать, чтобы просто харасить, либо Фиссуру юзать, чтобы фармить. На получал у нас очень плотненько Санэйка отправляется в таверну. Ну и что Квапа сделала? Квапа просто отдалась. Стоило ли это того? Наверное, нет. Я думаю, что точно не стоило. Квапа у нас, правда, тавер отдаётся, но это тоже не критично. У Хвоста есть уже Фейсбуцы. Если ещё раз всё близко подойдёт, то Хвост, я думаю, развалит его достаточно быстро. Нави в плюсе. По золоту 600, по экспириенсу тоже выходят в плюс. Артстайл пришёл поговорить здесь с магом. Маг наорал у нас на Дэнди. Дэнди в драгон форме. Дэнди на No1. Кентавры все с Томб провязали. И No1 просто упрыгивает отсюда. А Дэнди будет стараться сделать ТП-аут. Ну и получится у Дэнди это сделать. Ну что, Нави тут не самый удачный. Мув произвели. Вышли на мидлейн. И достаточно быстро среагировала команда в Вега Сквадрон. Зарабатывает 345 за Артстайла и 230 по экспириенсу. Фаник ждёт руну и получает по голове. Хаста от Фаника. Ну и Тотем тут не провязать. Фиссуру, кстати, Фаник может провязать. И No1 под Тотемом-то и развалить. У No1 очень долго ещё до блинка. Фиссура пошла от Фаника. Тотем на тебе по голове. Квапа у нас отвалилась. Фаник просто на быке вообще полнейшем. Доволен собой. Я смотрю как... Да просто доволен собой. Очень сильно. 4-5 становится счёт. 349 по голде. 280 по экспириенсу. Всё это достаётся оффлейнеру команды Natus Vincere. Ну что, у Хвоста уже есть базилка, есть фейсбуцы. В принципе, сейчас Хвост приобретает себе Аквилу. Дальше Барабаны. Дальше Сэнжин Яша. Потому что обычно Хвост так собирается. Ну а дальше БКБ, МКБ и всё, что рифмуется на КБ. Дэнди по фарму 43 на 6. У Мага 30 на 2. Дэнди перефармливает своего визави. У Дэнди по голде 3200. Ну и 3200, кстати, для Мага. У Мага 2 убийства есть. У Дэнди по киллам 0 абсолютный. Даже и не ассистил никого Дэнди в убийствах. Поэтому своё отставание по крипам Маг наверстал киллами. Ну и вообще Нави, кстати, давит. Я смотрю так методично. По чуть-чуть, понемножку, но всё-таки Нави выходят вперёд по золоту. Уже на 1000 опережают своих соперников по голде. 1000 экспирианса. Санэйка от Хвоста не отходит. И Хвост благодаря этому достаточно прилично фармить. 3600 у него, топный творц на карте. Паша отстаёт. У Паши 3200. Паша смещается у нас на топ лейн. То ли фармить против Хвоста, то ли просто неудобно ему стоять внизу. Фанек вообще у нас остался в соло против соло. У Фанека есть фиссура четвёртого левела. У Фанека есть тотем. Так, наорал у нас бейсмастер под секретшопом на Артстайла. Артстайл не реагирует. Убивают Кабана. Мага оставили в покое. Артстайл у нас немножко заторможенный. Потому что Кабан-то до сих пор продолжает ядом своим травить у нас Артстайла. Артстайл отправляется в таверну. А Сёма за слоера отправляется за ним. Правда, в другую немножко таверну. И Дэнди забирает у нас ещё один фраг. Счёт становится 5-6. Я думаю, плюс для Веги был в этом файте. Сейчас взглянем в файт-рекап. Да, Вега. На 7 больше голды и на 58 больше экспириенса. Круто. Ради этого стоило драться. Дэнди по ДД. Начинает наваливать по таверу. Т1 по низу. Никто пока что не дефает из состава команды Вега Сквадрон. По хп просел у нас Паша очень сильно. Я думаю, хвост тому виной, скорее всего. Ну и Паша тут просто потерян. Заметьте, у Паши ничего хорошего не происходит. Хедресс есть. Есть рингов Базилус. Но ещё и собирать и собирать деньги до появления Владмера. И Владмер первым артефактом на ПЛ. Это печально смотрится. Суру от Фаника по Сёме. Шок Вейв ещё и от Сатира. Подстопили немножко Сёма Зе Слейра. Он больше подходить сюда не хочет. Но ладно, есть 6 левел. Больше, в принципе, у Квапы ничего полезного и нет. Скрим оф Пейн 3 левела. Соник Вейв есть у Квапы. Но и ни единого просто Шадоу Страйка. Поэтому кого-то подсловить, подстопить, если вдруг Вега погонит своих оппонентов. Этого, в принципе, быть не может. Сонико с Хвостом перемещается уже на мидлейн. В это время Соло фармит на топе. А Паша куда тогда тратит свою энергию? Паша пошёл фармить лес. В одном лансер отправляется в собственный лес. Может, и Маск себе уже приобретает. Ну и с Владмиром можно будет, в принципе, и в лесу по его постоять. Я не понял, кстати. Неужели так серьёзно... Такие серьёзные проблемы были у него на нижней линии против Солофаника. Совсем понятно. Ну ушёл. Ушёл, наверное, не без причин. Может, переживали, что Артстайл будет выходить и убивать будет Пэйла. Пэйл ни разу у нас в драках не участвовал. В результативных драках. То есть и не убивал, и не ассист. Не делал ни единожды. И... Соответственно, и не умирал. Сёма и Мак провязали у нас смок. Если вижу на Артстайла, сейчас увидим. Но увидели Артстайла. Увидели. Но не подходит. Дэнди. Сразу же стан в Мага. Дэнди уходит у нас в Инвиз. Дэнди уходит у нас из Инвиза и подальше отсюда. Ноуан. С Крим оф Пейн. В кого? В крипов, что ли? Артстайла? Ну смешно же. Кулдаун пошёл от хвоста. Ноуан рассыпается. Задувает Дэнди. Убили Квин оф Пейн. Но потеряли Артстайла. Игроки команды Нави. Ну и... Должны по идее быть в плюсе. Всё-таки Артстайл на саппорт. А Ноуан долгое время у нас фармил на топ-лейне. У него нетворс повыше. Он должен подороже быть. Хотя квапу будем откровенно загнали. На лёгкой линии. 3200 всего лишь у квапы нетворс. У Дэнди с мидлейна 5700 уже. Так, у Чена есть хедресс, есть Баклер. Артстайл выходит в Мекку. У Дэнди уже появляется Шадоу Блейд. Скоро будет... Ну не скоро, но будет Сильвер Эдж. Скорее всего по данному итем билду. У хвоста. Ещё 350 остаётся до появления Яши. Есть уже Рингов Аквилла. Есть фейсбуцы. Забивает он на барабаны. Будет покупать себе Яшу. Дальше можно, в принципе, этот браср просто выбросить. Пока что у хвоста и так дела идут неплохо. Два асиста, один килл. Всё, в общем-то, ровненько. У Венши Фул Спирит, Рейс Бэнд есть. Есть Бутс оф Спид, есть Урн оф Шадоус. Кстати, Санейка тут по фарму ой-ой-ой как хорошо смотрится. Если посмотрим мы на Сёму. У Сёмы ничего, собственно, нет. У Сёмы Бутс оф Спид и Белт оф Стрэндж. Всё. А Венга здесь так ничего. Ещё Урн оф Шадоус, Рейс Бэнд. Ну, нормально, нормально. Санейка опережает своего прямого оппонента на 500 голды. Но это один бомжовый артефакт как раз для саппорта. Соло запустил у нас ульту на нижний лайн. Ульта у нас попадёт по Арт Стайлу. И будет Ноуан врываться в Арт Стайла. Соник Вейв где? Ноуана под стопили. Нет Соник Вейва у Ноуана. Арт Стайл здесь хенд оф гад провязал. Ему-то, правда, он фиолетов. Но Арт Стайл сам себя ещё дынает будет. Нет, не будет. Безмастер забирает у нас Арт Стайла. У мага уже доминейтинг. Ого-го, маг серьёзный парень. И Хваст Стайл здесь разваливает Вега-Сквадрон. И просто потащили. Ну и у нас ещё и каски по Санейка, по Фанику. Маг, даблкилл в этом файте. Здесь Некрономиконы уже бегают и бесят всех. Ну что, Сёма Заслеер, Дезвард, по Санейка. Санейка развалили. Минус 4 делает команда Вега-Сквадрон в этой драке. Триплкилл от мага. Маг сразу же себе рецепт на вторые не краю. Мага ещё и на сдачу. Опять 550 остаётся. Соло запустил у нас ульту куда-то, или мне кажется. Да, на топ-лэйн запускает ульту. Ну что, Нави потеряли 4 на нижнем лайне. Потеряли Т1. Вега нормально огрызнули. Смотрится это всё хорошо. И сейчас, я думаю, через секунд 20-30 посмотрим графики. Тут Вега отыграть должны достаточно приличное количество. Как денег, так и экспы. Пожалуйста, с 4000 до 1500. А здесь 1500 выигрывали Нави. И теперь Вега впереди по экспириенсу на 500. У фаника до даггера ещё 250. Хвост, будь ты человек. Ну так, помог немножко фанику. Нормально. У фаника 150 голды до появления даггера. У Драгон Найта уже есть Огр Клаб. Дэнди после Шадоу Блейда. Ну неизвестно, кстати, что это будет. То ли БКБ будет от Дэнди. А в последнем файте можно было понять, что БКБ не будет лишним. Вообще любой сейв-вариант для команды Нави будет не лишним. Либо всё-таки это будет Сэнш для Дэнди. И он будет собираться в Сильвер Эдж. А потом уже всё остальное. Сейчас глянем. Следующий артефакт всё нам объяснит. У Гирокоптера Яша уже есть. Также для Хвоста Белт оф Стрэндж покупается. И Хвост тоже немножко пожирнее решил встать. Ну что, Соло развалит. Соло даёт ульту в Санэка. Санэка здесь в принципе выживает. Но Соло у нас умирает. Ну и Хвост с Энджин Яшу выходит. У Санэка Сейдж Маск под... Я так понимаю, под... Под медальон. Нави заходят на Роху. У Энжент Оперейшена ульт будет только через 18 секунд. Нави в принципе могут и успеть развалить его. Плюс крипы арт-стайла танковать есть. Кому Хвост нормальный дэмэдж вносит. Флэк Гэнон здесь и Рокет Бараж. Четвёртого левела. Ну узнает об этом команда Вега. У Мага третий Некра. Некров провязал. Некров уже запустили. С хайграунда Паша. Через копья пытается здесь надамажить. Команду Нави получается неплохо. Санэка на лоу хп Санэка развалили. Ульта пошла у нас от Чена. Хвост на лоу хп. Эхо слэм от Фаника. А от Фаника минус Паша. Сёма Зе Слеер. Дэз Вард. Фаника остановил немножко у нас Пашу. Но Фаник здесь скорее всего умирает. Под Мередиктом и Нави. Четырёх игроков теряют. Дэнди бьётся. Тут самый серьёзный вообще лев. Но Дэнди скорее всего здесь и оставят. Хотя нет. Но Ван здесь без маны. Ну Дэнди есть в принципе. От кого и так огрести. Трипл килл от Дэнди. Убивает здесь Квин оф Пэйн. И Сёма Зе Слеера подстопили. Ну здесь Соло немножко охладил. Причём в прямом смысле Дэнди. Дэнди отправляется в таверну. И это Тим Вайп от команды Вега Сквадрон. Они остались в живых тут в лице Сёма Зе Слеера и в лице Соло. И пятерых игроков Нави отправили в таверну. 1900 по голде Вега выигрывает. 4500 по экспириенсу. Переворот достаточно серьёзный. Не хотят они просто так отдавать путёвку на Интернешнл. И это понятно. Вега Сквадрон и думать наверное не могли. Что так близко подойдут к прямому попаданию на Интернешнл. Европейская квалификация. Best of Five. Первую игру они у Нави забрали. А потом слились два раза подряд. Но здесь есть все шансы превратить Best of Five в Best of One. Но всё равно я смотрю Нави фармят лучше. Графики всё равно движутся вниз. Когда у нас нет файтов. Когда Нави не сливаются. Графики не вниз. Точнее в сторону Нави движутся. На топ. На Роху выходит команда Вега Сквадрон. У Паши есть Вадмир. Готовится он к появлению диффузов. У Мага третий Некрат. Тоже вещь достаточно полезная. Например на Рохе. Ну и Кабаны и всё остальное. Будет ли врыв от команды Нави? Нет. Не организовали. Хвост забирает себе руну Хвосты. Хвосту лучше бы отсюда уйти. Хвоста высвапывает Санейка. Десварт пошёл от всём из Слеера. Ульта аппарата тут просто размазывает и Санейка и Хвоста. Подошёл. Понюхал руну Хвосты. Отлично пахнет. В таверну Хвост. В таверну Санейка. Ну и Санейка здесь ещё наверное с прошлого дня. То есть со вчера. Прекрасно знает что его ждёт. Когда ему берут героев которые должны сейвить. Которые должны хилить. Здесь Хвоста попробуй вообще спаси. Он всё время влазит в какой-то ад. И Санейка надо за ним нырять. Точнее даже не нырять в данном случае. А высвапывать Хвоста. На поверхность. А самому нырять вот в эту канализацию. Куда постоянно Хвост пытается затащить команду Нави. Вега выходит на Т1. Я боюсь что Фантом Лансер просто выформит свои артефакты. Драгон Найт и Герокоптер ничего с ним сделать не смогут. По фарму на первом месте Дэнди. До сих пор у Дэнди... А что у Дэнди? У Дэнди... У Дэнди уже готов БКБ. Откладывается у нас Сильвер Эдж. Дэнди решил выйти в Блэк Кинг Бар. Ну потому что очень много неприятностей доставляет Соло. Своим Айс Гластом. Соло уже почти аганим имеет. Сёму поймали. Что ты здесь делал? Какая разница в принципе что он здесь делал? Главное что всё мы уже нет. Это главное для команды Нави. Забрали достаточно быстро. Ну здесь повардит решил немножко. Сёма он такие повардил. А Вижен... Команды Нави я даже не знаю откуда здесь был. Всё Санейко сразу же. Санейко сразу же у нас Девардит. Оставляя здесь Сентрик. По золоту Вега Складрон впереди на 2000. По Экспириенсу тоже на 2000. Вега опережает своих соперников. Маг уже в принципе есть у мага деньги на даггер. Не знаю в курьере... В магазине будет покупатель. В секрет шоп зайдёт самостоятельно. Скорее всего в секрет шоп. Ну и сразу смещаться на мидлейн. Там файтится. Давай маг. Делай дело. Да появляется даггер у нас у бестмастера. Ну и Нави выходят на мидлейн. Бестмастер уже в принципе можно и полететь сюда. Вега не собирается дефать или что? Маг вообще никуда не летит. Маг не реагирует. Соник вейф у нас от хлопы. Видимо аганим есть уже у Навана. Да так и есть. Ну и маг тпшится у нас на собственный хайграунд. Готовится файт. Наорал здесь на Дэнди. Дэнди высвапывает на хвоста точнее. Хвоста высвапывает Санейко. Ульта у нас от соло. Дает по хвосту. Хвост скорее всего здесь развалится. И Паша на лох и пэ. У Паши есть Аегис. Поэтому Пашу не страшно Веге потерять. Троих игроков команды Вега забирает Нави. Отстайл. Фаник живый и живой Дэнди. Дэнди начинает достаточно мощно вгрызаться в Пашу. Колд фит точнее у нас под Дэнди. Дэнди примерзает. Забрали Пашу второй раз. Ну и здесь под замедлением от соло. Не самая приятная вообще ситуация для новей. Три в четыре по сути дерется Нави. Выживает Дэнди. Это важно. Потому что Дэнди у нас топный творец на карте. Ну и выживает Артстайл. Это тоже важно. Потому что Артстайл капитан. Его надо беречь. Ульта от соло. Артстайл просто по краю прошел. Чуть не наступил. Вайс Бласт. Не умер бы я думаю. Но неприятности были. А умер бы. Еще как умер. В Ancient Operation у нас уже Аганим есть. Конечно же умер. Соло вообще тут посерьезки взялся за команду Нави. Есть у него уже гем. Отдает его магу. И Аганим есть для соло. Плюс разумеется очень даже серьезный. Артстайл. Узни Аркан Буцик. Красавчик. Хедресс и базилка появляется для Артстайла. Будет собирать Владмир для Герокоптера. Для Драгон Найта. Правильное решение. Тут этих ребят бедовых надо сейвить. Вообще хвост 3-4-6 идет у нас. Хвост на третьем месте по Нетворсу. На втором месте у нас маг. И на первом месте Дэнди. У Дэнди уже есть Хипперстоун. Драгон Найт собирается здесь, как я понимаю, в Керасу. Нормально в принципе. Фист дэмэдж против Фантом Лансера самое оно. Команда Вегас Кладрон на топ лейне. Собирается заходить на Т1. Нави уже в лице Дэнди и в лице Санейка. Уже близко. Хвост тоже. Подходит посейвить свой тавер. Ну и убегает отсюда Фантом Лансер. Шалкий трус. Маг врывается у нас Фанника. Удачный. В принципе, Айс Гласт от Соло. Но Фанник здесь рассыпался. Заорал Аквапа. Мага развалили. Пока что один в один размен. Айс Гласт у нас по Санейка также попал. Санейка здесь в принципе будет жить, я думаю. Ну и Дэнди в инвизи за Пашей. Задувка у Дэнди через секунду. Дэнди тут Дуппельгангер не прочитал. Вот БКВ бежит дальше. У Дэнди есть гем. Ну и все. Дэнди должен разворачиваться. Ракета у нас кого-то пнула. Но это уже поздновато. Потеряли Мага. Игроки команды Вегас Квадруни. Я не понимаю, почему так мало дали за Мага. То есть за Фанника дали... 218. 276 всего лишь за Мага. Странно. У Мага просто 6800 Нетворс. Ой, у Фаника 6800 Нетворс. А у Мага 9200. Ладно, какая разница в принципе там. Отваливается у нас Сёма Заслеернович Доктор. Собирается в Аганим выходить. Ancient Operation уже с Аганимом. Больше денег в принципе у Ancient Operation не имеется. У Квапы после Аганима появляется Угрклаб. Готовится выйти в БКБ. Квапа Пауэртретс также имеется. Бестмастер у нас с Батлом, с Некрономиконами. Третьего Левела и Блинг Даггер у Мага тоже есть. И Паша уже с Дефузами. И собирается в Манта Стайл. Есть Владмир, у него есть ПТ. Со стороны команды Натус Винсер. Шейкер с Форстафом, с Даггером, с Батлом и Солрингом. Винга. Так, по мелочи. Драгоннайт. Такий раз ещё собираться и собираться. Кстати, что такое? Два... Два гема. Чей-то гем. Выбили из Мага гем игроки команды Нави. Теперь у них два гема. Ну и Хвост. Хвост. Приобретает себе Огр Клапп. И есть у него Митрил Хаммер. Осталось ещё 100 с копейками насобирать до появления БКБ. У Арт Стайла появляется Хедресс. Есть ринг в Базилус. Ну и ещё 900 где-то до... Да, 900 до появления Владмира. Нет, не 900. 600. 600. Может, Дипмаск и 300 рецепт. Нави в плюсе по золоту 3000. По Экспириенсу... Тоже на 1000 опережают команду Вега Сквадрона. Тут надо давать возможность Фантом Лансеру нормально выфармливать. Паше нужен какой-то дополнительный буст по ХП. У него очень мало хеллспоинтов. То есть он попадает под раскаст, например, Геррокоптера. И от него вообще ничего не остаётся. То есть под кулдауном, если постоять после стана Дэнди, то у Паши огромнейшие проблемы. Всего-то 1300 хп. Посмотрите на Хвоста 1500. И посмотрите на Драгонайте 1700. Ну и Фаник у нас, в принципе, с Эхослемом, если ворвётся в Фантом Лансера, то половину хп точно снесёт. У Арт Стайла уже есть рецепт на Владмир. И немного остаётся до данного артефакта. Напомню ещё раз, что Владмир теперь действует и на рейнджевых героев и даёт 10% вампиризма всем рейнджевым героям. Та-дам! 10% дальний. 15 ближний, 10 дальний. Санэйка, ловит ульту аппарата. Минус половина хп это минимум. Всё, тпшки, все летают, все расходятся, но ван перемещается на мидлейн. И мак отсюда уходит, и уходит отсюда Фантом Лансер. Ну надо фармить, это в приоритете. Если ПЛ будет без артефактов, не такая уж и полезная вещь этот ПЛ. Ну и Нави решили подпушить или хотя бы гангануть кого-то под смоком. И все игроки под смоком, и куча крипов. И Урса здесь, и Кентавр, и Сатир, ещё и Сова первая. Идёт разведывать всю ситуацию. Вообще Фанник у нас идёт первый, то есть врываться будет он с Эхо Слэмом, а дальше уже все остальные подтянутся. Пашу будут разваливать, если сейчас увидят Фанник. Ай-яй-яй, Эхо Слэм в Доппельгангер, Фанник, Фанник. Ну и Пашу не отпускают, отсюда Дэнди Стан по нему. Венгаз забирает Фантом Лансер. Это Фанник немножко не подрасчитал. Неужели не было понятно, что... Скорость каста, шейкера, плюс прыжок, который выводит его из инвиза. Ну мог бы, в принципе, Фанника подождать. Когда Доппельгангер провязает у нас Паша, он 100% фьюзал бы его. Поэтому Фанник немножко здесь поспешил. Но в любом случае, цель свою Нави достигли. Они забрали мейнкерри, команды Вега Сквадроны. Тем самым ещё дальше, ещё больше отдалили Фантом Лансера от заветных артефактов. Хвост. Получает у нас Соник Вейв от No.1. Выкилили нормально Хвоста. Тайзбласт по двоим, по Артстайлу и по Сонейка. Ну и Нави наваливают по Тауэру. Тауэр распадается. Т3 по мидлейну Нави убивают. Сразу на милишный барак переключается у нас команда Нави. Верят в то, что добьют его. Но Глиф закончился. На Глиф развели. Теперь с крипами можно и зайти. Кричат на Дэнди. Дэнди выдвизан. Здесь же есть Некра. Некров переманивает к себе Артстайл. А теперь красный Некрономиком дерется за команду Нави. И это вообще печаль полнейшая. Паша умирает. Квапа умирает. Байбеки, байбеки, байбеки. У Квапы нет байбека. У Фантом Лансера нет байбека. Нави могут вообще не спускаться у нас с хайграунда. Просто развалить центральную сторону. Они сделали минус 4. Идти на Т4. Идти на Т4. Что думать? Нет, Нави заберут две стороны. 28-ая минута. Нави забирают вторую сторону команды Вега Складрон. Но чем драться теперь Веге вообще непонятно. У них до этого по фарму были траблы. А теперь траблы будут неимоверные. Фейл эту катку вытащить вряд ли сможет. Я думаю, что Нави должны додавить. Потому что... Ну, просто потому что ситуация такая. Они погалдеют десятку. Сейчас выигрывают. Еще графики не обновились. Ну и после двух снесенных сторон, разумеется, деньги будут работать на украинский коллектив. Вега Складрон по фарму просядет невероятно. Невероятно. Да и сейчас Нави в этом файте подняли огромное количество деньжищ. Скупились. Появляется Кираса на Денди. У Санейка уже есть Глимер Кейп. У Фаника. 3-100 на руках. То есть скоро и Аганин где-то замаячит. Барабаны для Арт Стайла. Владмир он так себе и не принес. Сейчас будет нести кому-то что-то прилетело. Сейчас глянем кому что. Гирокоптер. Гирокоптер уже у нас практически с МКБ. После Сенжин Яши, после Блэк Кинг Бара и Денди на Драгонайте с Кирасой. Ну, за паку команды Нави огромнейший. Ну и смотрим на команду Вега Складрон. Аганим у Семы Зе Слеера, я думаю, до конца матча не появится. У Соло есть Аганим. Как-то Нави почему-то переживает. У Квин оф Пейн. Рецепт на БКБ, а вот Митрил Хаммера для Ноу Анна нет. Так что тоже может и не появиться. Но по-тихому Вега зашли на Роху. Рошана забирают. Эйджи забирает себе Паша. Нави, видимо, не ставили вообще в приоритет, потому что они как-то и не думали, что Вега туда пойдет. Не контролили Роху и... И даже немножко странно. МКБ появляется у хвоста. Владмир приносит себе... Это кто такие? Владмир приносит себе артстайл. Ну и БМ от Мага. Хорошо так смотрелся. Теперь, в принципе, его спускают на четвертую строчку по фарму. Немножко он отстает от Ноу Анна. Ну и Ноу Анн вместе с Магом отстают на 5000 от Дэнди и на 6000 от хвоста. То есть перефарм дикий. 15 с лишним тысяч от Нави и 8000 по экспириенсу. Нави заходят на Т2 по топу и будут просто давить. Крипы хорошие, крипы мощные. У хвоста с руки 300. Только нет, не шутку эту идиотскую. 100 плюс 200. У Дэнди тоже 200 с руки. Ну и здесь, в принципе, Т2 падает за секунду. БКБ 9 секундный. МКБ есть. Ульт Чена есть. Ульт Драгон Найта есть. То есть провязал все ульт третьего левела, поэтому... Ледяная форма. Все, Дэнди провязал ульту. Команда Нави заходит, я думаю, в свой последний пуш в этой игре. Ульта аппарата по Дэнди. Дэнди ловит у нас Айс Бласт. Хвост не ловит. Дэнди, в принципе, живет. Керас, через Керасу не так-то просто его пробить. Глимер Кейп отправляет у нас Дэнди. Сейчас переживут Айс Бласт. И Драгон Найт будет заходить на хэграунд. Урн оф Шадоуз у Винги был, да? Три заряда есть в Урн оф Шадоуз. Сразу же урна на Дэнди. Ну и следующая пачка крипов. Нави будут заходить. Айс Бласт забрал всех нейтралов артстайла, как я понимаю. Да, на базе никого. Нигде вообще никого. Соло врывается у нас. Высвапывает, точнее, соло у нас Санейка. Так, полетели каски по команде Нави. Хвост. Кулдаун провязал. Паша половину ХП снесло. Ну и Нави будут пушить бараки. И третья линия просто сыпется. И Вега не знает, с какого края вообще к Навям подойти. Очень крутой дэмэдж у нас. Кстати, от Квапы. Минус два уже делает команда Вега с Квадрон. Дэнди под БКБ входит у нас в центр файта. Начинает настреливать по магу. Паша на середине ХП. Дэнди у нас теряет Драгон форму. Ну и третью сторону Нави снесли. Фанника, правда, будут здесь гнобить. Фанник у нас должен, в принципе, умирать. Ноуан его не отпустит. Фанник, фессуру по Паши. Против Ноуана пайтится. Под фонтан пошел Фанник. Фанника забирают. И Квапу, да, убили. Монумент Квапы тут где-то разрушили. Ну что? Мега-крипы, которые не отдают шансов команде Вега с Квадрон с их количеством фарма выиграть эту игру, решают все вопросы. Поздравляем всех фанатов коллектива НАТО с Винсом. Старались, старались и таки выстарались. Нави у нас отправляются на Интернешнл. Они в европейской квалификации доказали, что на данный момент они достаточно сильны, чтобы сразиться с 16 сильнейшими командами в мире. Бла-бла. Ну вот вся эта история теперь касается и Нави. Нави отправляются туда, в принципе, по практически прямым вот приглашениям. Они выбрали его. И команда Вега-Сква-Дрон тоже едет в Сиэтл. Если у них все будет в порядке с визами, с денежками, со всем вообще, что необходимо для того, чтобы добраться в Сиэтл. И будут там рубиться за вайлдкарт, за дополнительные два места на Интернешнл. Пожелаем им удачи просто с максимумом. Вега-Сква-Дрон это открытие этого сезона 100%. Они выиграли квалификацию ЕС Портала. Они заработали там денежек и выходят в лан-финал. Они наказали победителя группы Б европейской квалификации на Интернешнл. Они наказали второе место НИПов. Грозных НИПов с Эрой во главе. Второе место группы А квалификации на Интернешнл. И они чуть было не наказали Нави. Проиграли со счетом 3-1, но боролись очень даже уверенно и серьезно. Может быть где-то опыта не хватило. Может еще чего-то. Короче, все равно Вега-Красавчики. Это 100% на всех заборах вашего города читайте эту надпись.